Белую майку у меня Добрый вечер, дамы и господа Я приветствую всех на Исфаре Мы приступаем к проведению заключительного матча этого футбольного уикенда Здесь в АФЛ Еврокубкового футбольного уикенда Можно называть его, в принципе, как удобно, как угодно Последний матч сегодняшнего дня Последний матч в этой группе Лиги Европы В этой группе, в группе С, в которой ничего еще не понятно В которой может быть все, что угодно В которой одна из команд, которая очень плохо начала Так, что произошло? Я только начал сейчас рассказывать про расклады перед этой встречей Как желтую карточку еще до свистка получил, я так понимаю, кто-то из футболистов Арцаха Сейчас, наверное, все уточним Антон великий арбитр встречи И он сказал, что эта карточка идет в протокол И действительно телефон в руках судей появляется Непонятно, что случилось Но сейчас узнаем все вместе Значит, группа С, в которой еще ничего не понятно И одна из команд, это Арцах Играет против другой команды Бразилии И вот Арцах очень слабо начал этот сезон Не только в чемпионате, но еще и, соответственно, в Лиге Европы Команда в группе с Сельтой и Парис Энджермен Не могла претендовать на вторую строчку В общем, как-то вяло, простите меня за это выражение Арцах начал этот еврокубковый сезон Но сейчас, в случае победы над Бразилией Арцах может совершить практически невозможное И выйти в плей-офф Лиги Европы В общем-то, подняться на вторую строчку И стараться показывать нам красивый футбол Снова в Лиге Европы, не в Лиге Конференций Что же, давайте смотреть за игрой Арцах в красном, Бразилия в голубом По составам пройдемся Арцах, Холодинян в воротах Начинает Гудуян, Саакян, Мелконов, Пиглеванян, Кочерян, Болосян и Пиглеванян Два Пиглеваняна, один из них Стас, другой Влад Бразилия Лисовский в воротах, Смирнов, Стрельцов, Лысенко, Макляк 55-й и Макляк 11-й, один из них Алексей Другой Денис Игнатов и Сорокин Это футболисты Бразилии Болосян, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Пропустил мяч между ног Хотя должен был принимать И момент этот для Арцаха подошел к концу Играли между собой эти команды лишь один раз Бразилия не так давно В АФЛ Шесть игр они уже провели Это седьмой матч этой команды Именно в нашей лиге И что здесь можно сказать У Бразилии есть одна победа У Бразилии есть одна ничья И одно поражение Победа над Ленд-Сити Сумасшедший матч 0-3 Бразилия проигрывала Это, по-моему, тоже был заключительный матч Одного из игровых дней Так вот, Бразилия проигрывала 0-3 После этого забила 6 безответных голов И в итоге 6-3 сумела победить Но это было в рамках российской премьер-лиги В которой Бразилия выступает Как бы это, наверное, странно Для кого-то не звучало Бразилия в российской премьер-лиге Но это действительно так Но вот в матче против Арцаха Бразилии проиграли Со счетом 6-4 Та игра закончилась Проводилась она на стадионе Квадро На Северном И стоит отметить, что сейчас Арцах в атаке Я позже продолжу Удар Лисовский забирает прямо в руки Так вот, та игра запомнилась нам Двумя, представьте себе Двумя голами с центра поля От Артема Адамяна И одним голом через себя От него же В принципе, после этого Буци Адамяна увеличились В стоимости в несколько десятков раз Ну и, конечно, ту игру он Точно может занести себе в актив Тем более, что Бразилия очень хорошо Играла Вообще, матчи с участием Бразилии Это что-то вроде Каких-нибудь триллеров Тем более, что и в одну, и в другую сторону Это работает Как будто бы Бразилия Играет по конспектам Ростова Валерия Карпина этого сезона Различные абсолютно результаты Вот, например, в матче против Лэнда Они 0-3 проигрывали и 6-3 выиграли В матче против Сельда Они вели со счетом 4-0 И в итоге сыграли 5-5 Это было тоже в Лиге Европы В общем, Бразилия Это очень самобытный и интересный коллектив За которым Довольно занимательно наблюдать И их матчи получаются достаточно интересными Но вот мы посмотрим Затем, как эта игра сложится Затем, как команды сегодня будут Друг с другом играть Затем, как они будут Стараться и пытаться Что-нибудь Организовывать По крайней мере, пока Арцах Идет вперед И зарабатывает штрафной удар Два человека в стенке Лисовскому вроде как Там особо никто не мешает Но, по крайней мере, мешать точно никто не должен Какой-то несуразный, если честно Розыгрыш штрафного И в контратаке Бразилия Саакьян пытается остановить нападающего Но продолжается это наступление Ну, а вот в итоге мяч Принадлежит Арцаху И Бразилия Все На первой минуте А если быть точнее До начала встречи Харатян получил желтую карточку Я так понимаю, за споры с арбитром Но не то, чтобы за споры Наверное, за какие-то резкие слова Баласян передачу делает Вернее, получает с левого фланга Сам находясь правее Но после этого Теряет мяч И упускает его за лицевую Что же касается Арцаха У команды сейчас Длится победная серия Но Длится она по игровому Один матч На бумаге два Объясню Что я имею в виду сейчас После атаки Адамьяна Он выполняет подачу Но он первый на мяче Защитник Бразилия отоборонялась Макляк на Лысенко Делает передачу И можно постараться Выйти В наступление Макляк Делает передачу Своему брату Денису Макляку Подача И мяч у Арцах Так вот Последняя победа На футбольном поле Была у Арцаха Как раз в Лиге Европы В матче против Парис Сен-Жермен Парни тогда победили Со счетом 6-2 При этом В первом круге Проиграли Парижанам Со счетом 1-6 И вот так ярко Получилось у них выиграть В общем-то Реванш получился Замечательный 6-2 выиграли Таким образом Заброс И момент У ворот Лисовского Удар С подбора В касание Но не точно Таким образом Победа над ПСЖ Позволила Арцаху Остаться еще в гонке За вторую строчку И в случае победы Только лишь победы Сегодня Арцах Сумеет перегнать ПСЖ Потому что у Арцаха Сейчас момент Еще один опасный Лисовский отбивает И после этого Берет Намертво в руки Так вот После той победы Над ПСЖ Арцах На бумаге Технически Обыграл Армату Которая снялась Турнира Российской премьер-лиги И таким образом Вот такая условная серия С двух матчей Победных подряд Длится у Армянского коллектива Сейчас Что касается Раскладов Тоже сейчас О них расскажу Но пока Наверное Давайте все-таки По игре Посмотрим Затем Как команды Стараются Идти вперед Что создают Чем пытаются Нас удивить Ну и так далее И тому подобное Снова момент Снова Возможность Пробить Саакян Получает мяч Недалеко От своей штрафной площади Бразильцы В принципе Устроят Любой результат Конечно Они хотели бы Выиграть Наверное Для Того Чтобы Настроение Было хорошим Но так В любом случае Они с четвертого места Никуда не денутся У них Все перенялось Еще от футбольного клуба Кокон Который начал Удар поворотом Неудачный Белко Чарян Так вот Серия Не серия А результаты Которые достались Арцаху Они начинались Еще с футбольного клуба Кокон Который спустя Несколько туров Снялся Также с лиги И Бразилия Вошла вместо Кокона Вот одно очко У бразильцев есть Они его Как раз заработали В матче Против Сельды Однако В случае победы Сегодня Арцах Они не догонят И останутся На четвертой строчке Так что победить Можно было бы Вполне Кочарян Просто для настроения Можно было победить Я вот что имею ввиду Аут зарабатывает На чужой половине Поля Арцах Недалеко от Штрафной площади Бразилии Вбрасывать Можно было Мощно туда В штрафную Но нет Такого Есть прострел Макляк И может быть Контратака Какая-то получится Пас на Лысенко Но первый Адамян на мяче И он делает Пас назад На Дениса Холодинян Холодиняна мы не так Часто в последнее Время видим В стартовом составе В ранге Основного Голкипера команды Потому что Есть Влад Пеглеванян И он После того Как Нахичевань Перестала Играть в АФЛ Временно Снялась Именно Влад Пеглеванян Занимал место В воротах команды Но сейчас Денис Холодинян Ну и может быть Вполне Сегодня это приведет К какому-то Ошеломительному Успеху К игре на ноль Кстати стоит Отметить Что Бразилия Никогда С поля Не уходит Не забив Хотя бы Трех мячей Вот такая Статистика За шесть матчей Если бы Точнее За пять Сыгранных матчей У бразильцев В каждой Из игр Минимум Три забитых Вот они забили Три платине И забили Три Из фар Неделю назад В матче Российской Премьер Лиги Так Арцах Атакует Неудачно Вот Как раз Арцаху Они забивали Четыре Лэнду Шесть И Сельте Пять Ну и одна игра Есть Проигранная Также на бумаге Парис Анжермен 0-5 Кочаря Идет вперед И бьет В дальний угол Это не гол Хотя очень опасно было Так вот Интересно Что сегодня Нам покажет Бразилия Какой Будет Результат Этой встречи Какая Вообще Будет Сегодня Энергетика По игре Идет вперед Бразилия Удар Меч попадает В своего же Но Подбор Все равно За латиноамериканской Командой Довольно Вообще Интересное Решение Назвать Свою команду Бразилией И футбол В принципе Показывают Классные бразильцы Вроде как Что-то Около Йога Бониты Мы видим Удар Поворотом Очень опасно И как красиво Это Галешник И его забивает Бразилия В самом начале Практической встречи Шикарный выстрел Очень сильный удар И Холодиняну Не только реакции Не хватило здесь Но и роста Потому что Просто так Такой удар Не возьмешь Очень много было Метров до ворот Очень сильный удар Под перекладину И в дальнюю девятку Мяч залетает Бразилия Открывает счет 1-0 Вроде как Все По бразильским канонам Автором Забитого мяча Становится Игнатов И он сделал это Действительно Качественно И очень красиво Что же Арцах пропускает Арцаху Не нужно Этого Они идут вперед И упускают Мяч Так вот Давайте все-таки Пройдемся По таблице Турнирной Сельта Здесь на первом месте И Даже к прошлому К концу прошлого Тура Уже Определила для себя Четкое понимание Того Что они выходят В плей-офф Лиги Европы Но не было понятно С первого места Или со второго Надо было Обыгрывать ПСЖ В очной встрече Если бы Парижане Выиграли Так желтую По-моему Хачхарян Сейчас получит За вот этот Подкат Или Адамян Честно говоря Не уловил я сейчас Но Рефери Нам даст В данную секунду Понять Кто в итоге Получит карточку Так вот Кельты Обыграли ПСЖ И вышли На первую строчку Без каких-либо вопросов Парижане В итоге Сейчас Оказываются Уязвимы Если Арцах Побеждают То отправляется В Лигу Европы У ПСЖ 9 очков У Арцаха 7 И будет 10 Если Армянский коллектив Сумеет выиграть Таким образом ПСЖ отправится В Лигу конференций А Арцах В Лигу Европы Продолжит Участие В этом турнире Лысенко Бьет по воротам Мяч в итоге Не оказывается В воротах Хачхарян Действительно Получил желтую карточку В моменте Предшествующем Вот этому Штрафному удару Вынос Макляк И с мячом Снова Бразилия Неудачный вынос Очень долго С мячом Разбирался здесь Один из бразильских Футболистов По итогу Только лишь Аут Но аут В пользу Бразилии Однако Разыграно Не очень здорово Хачхарян С мячом Вновь Арцах Саакян справа И он делает Хороший перевод На левый край Туда Где можно Обострить Как-то игру И довольно много Свободного Пространства Дают футболисты Бразилии Удар Лисовский Отбивает И нет Удара После Хорошая передача На левый фланг Будет ли здесь Какой-то удар Но здесь есть заброс Он не заканчивается Успех Александр Лисовский На самом деле Один из самых Высоких футболистов В лиге Это галкипер Для галкипера Многие тренеры Например Выделяют Важный Важный такой момент Именно рост И вот рост Александра Лисовского 193 сантиметра Почти двухметровый Высокий футболист Галкипер Бразилии В целом Латинские Сборные И люди Латинской национальности Будь то Бразильцы Аргентинцы Может быть Мексиканцы В общем-то Не выделяются Особо по росту Это национальности Невысокие Вспомним даже Каких-нибудь Легендарных Футболистов Сборной Например Даже Аргентины Хавьер Маскирано Центральный защитник Он не очень высокий Эрнан Креспа Диего Мелита Если современных Родвига де Пауль В общем Очень мало Высоких А вот Лисовский Хорош Ну да Поворотом Хорош по росту Конечно имею ввиду Да и по игре Тоже в целом Неплохо Арцах не забивает Хотя была неплохая Возможность И производит Замены Армянская команда Сейчас Выходит Кочарян На поле Надо кем-то Освежать игру Но Здесь есть Один небольшой Аспект Только Арцах Может делать Замены Потому что Есть запасные Футболисты У команды У Бразилии Запасных не вижу Удар от Лысенко Опасный Холодинян прыгнул За мячом Но Удар оказался Не точный Так вот У Арцаха Есть несколько Запасных футболистов Вот так Визуально Пока я вижу Четверых Или даже пятерых У Бразилии Честно говоря Пока Игроков Которые могут Команды усилить Или освежить Не вижу Адамян В центре поля Его остановили Лысенко Макляк На правом фланге Получает передачу Но в своей Ошибается И тащит мяч Арцах Вперед Снова продолжается Это наступление По-моему Мяч попал в руку В руку Адамяну Причем пас Получил он Не самый успешный От партнера И таким образом Разводит руки В стороны И спрашивает Почему же так Почему так Неудачно Заврос Бразилия Пытается идти вперед Забирает мяч Денис Холодинян Вот как раз таки Он Если брать рост Совершенно Не подходит Кому-нибудь Например Из Тренеров Потому что Рост Денис Холодиняна Точно не 193 сантиметра В атаке Бразилия Адамян Падает Но стоит отметить Что Денису 16 лет Всего Может быть Он еще Подрастет Будет повыше И по вратарским меркам Дойдет хотя бы До среднего рост Хотя Для кого-то важен рост Для кого-то Важны Характеристики Какие-нибудь Например Прыгучесть Реакция Скорость Решения Ну или дриблинг Вратарский Такой Лысенко Удар Поворотом И гол 2-0 Снова Забивает Бразилия Неприятный Удар Для Дениса Холодиняна О котором Я только что Говорил Мяч Подпрыгнул Прямо Перед Голкипером Таким Образом Усложнив Ситуацию Для вратаря Но Лысенко Стоит отметить Он пробил Очень классно В касании Без Каких-либо Проблем Без Факторов Которые мешали бы Ему нанести удар Никто не прессинговал Никто не мешал Солнце Никакое Не слепило В глаза В общем Кочек не было Все Идеально Как будто бы Действительно 19-я минута Остается в районе 11-ти до конца встреч Да До конца первого тайма Прошу прощения Лысенко На самом деле Я думаю Что сами бразильцы Даже не очень Должны сейчас Радоваться Этому результату Потому что Сколько раз Видели мы Вот Такие Счета От них В первом тайме 2-0 Побеждали Как раз Сельту Вот так Вот очень Мощно Очень ярко И в итоге Проиграли Практически Проиграли Могли Кстати говоря Потерять В целом Очки Но сыграли 5-5 Вот Смотрю Матч против Арцаха Тогда Бразилия Тоже Сумела Забить Первый Как раз Один мяч 2-1 Это Адамян И это Гол В ближний угол Но там Все на скорости Все на хорошем Темпе Передачу Адамян Получил Хорошую Примерно С центра поля Сам забегал Принял Грудью И вторым Касанием Пробил Ничего лишнего Абсолютно Кочарян Автор голевого Паса Адамян Автор гола 2-1 Ну и мало Помалу Возвращается Конечно Арцах В игру Мы это Видим И мы знаем Что Если Бразилия Команда Которая Может Упустить Результат И преимущество В счете То Арцах Это Команда Которая Со своей Стороны Проигрывая Может Все В принципе В матче Первым Между этими Командами Так и было Лысенко Заброс Делает Но Саакян Первый на мяче И бразильцы Продолжат Атаковать Будут сейчас Исполнять Аут Мяч Вброшен Макляк Рядом Партнера Партнера Дает Передачу И Немного Через Глубину Бразилия Собирается Играть Но вот Незадача Ошибка В пасе Правда И темп Арцаховской Атаки Сбит Позвольте так Сказать Будет ли Какой-то удар Нет Передача Мяч Потерян Арцахом Но и Бразильцами Не прибран К ногам Поэтому Арцах Продолжает Наступать Левым флангом Теперь их Атака Продвигается Удар И мимо ворот Перекладина Но это уже после свистка И бил по своим же воротам Лысенко Гол Если бы был забит Не был бы защитным Естественно Ну и продолжаем смотреть Смотреть игру Все может произойти здесь Говорю же Здесь вообще Что-то невероятное Творится Периодически Вот например Арцах Это команда Которая лишила очков Леон В чемпионате России Леон Который До недавнего времени Шел Без поражений Вообще везде В любом чемпионате Будь то Российская Премьер Лига Где Леон выступает Или Лига Чемпионов Но в общем-то Леон очки потерял В матче против Арцаха Матч Закончился Со счетом 2-2 Падение И желтую Получит Третью Игрок Арцаха Так вот 2-2 Против Леона Сыграл Арцах Это было Несколько недель назад А вот Две недели назад Ровно Играли против ПСЖ И выиграли 6-2 Очень классный матч Советую Пересмотреть обзор Если вы вдруг Не видели Пересмотрите Обязательно Потому что Очень много Голов 8 штук Очень Такая Напряженная Нацеленная На победу Игра И это все Лига Европы За это В принципе Мы и любим Еврокубки Команды из разных Турниров Между собой Играют Лысенко Делает заброс Саакян Отбивается Сам Но в принципе Да Это тоже Относится К Преимуществам Лиги Европы Потому что Матч Мы вспомним Как раз Сейчас Именно в этом Турнире Еще одно Нарушение Правил И снова Бразилия Пробьет Штрафной Напомню Именно Со штрафного Они забили Свой второй Гол Не прямым Ударом А После Коротенького Розыгрыша Передачи На Лысенко И Четким Ударом По ворот Но тот Штрафной Был с фланга Этот Практически С центра Поля Относительно Его ширины Но Дистанция Вполне Позволяющая Пробить Ну и Конечно Можно будет Посмотреть С удовольствием За тем Как Будет бить Лысенко А это Именно он Слишком высоко И удар От ворот Не точно Не опасно Еще Может быть Вполне Хорошая Возможность Она Может Предоставиться Конечно Если Здорово Команды Продолжит Играть Если здорово Продолжит Играть Бразилия Пока Выигрывает Сегодня Мы уже Смотрели Матч Давида Против Голиафа В котором Филадельфия Выигрывала С счетом 2-1 Сент-Этьен Единственную Команду В лиге Которая В этом сезоне Еще не Теряла Очков Удар Поворотом Снова О торцах Они Точные Кот Сент-Этьен Проигрывал Филадельфии С счетом 1-2 Сент-Этьен Только Выигрывает В этом сезоне А Филадельфия Очень редко Переломить Ход встречи И 3-2 Победил Очень классная игра Это Лига Чемпионов В которую Увы Ни одна Из этих команд Матч Которых Мы сейчас Смотрим Не выйдет Может быть Лига Европы Или Лига Конференции Но там И в том В другом турнире Очень интересные Соперники Подбираются Момент Еще один мяч Штангу попадает Холодинян Здесь снова Был готов Команду спасать Но по-моему От его спины Мяч отправился В штангу Или вылетел Потом Чуть подальше От ворот Получилось Безуспешно Лысенко У него есть вариант По краям И он делает Пас на Маклика Он справа Денис делает Передачу Партнеру Ошибается И контрнаступление От Арцаха Кочерян На левом фланге Пас на Болосяна Остается мяч В поле Кстати Низом Розыгрыш Удара нет А здесь есть Выше ворот Если бы забил Сейчас Арцах Я думаю Попросили бы Бразильцы Посмотреть Вар Антона Великого Для того Чтобы просто Понять Вышел ли Действительно Мяч За пределы Поля В той ситуации Или нет Снова Арцах Идет вперед И Не самый идеальный вариант Розыгрыша Мог быть Хотя В прессинг Бразилия Летела Мяч Забрать не смогла Макляк Опять наступление Бразилии Срывается Из-за неточной Передачи И Арцах Идет вперед Пас Правда Неудачный И вот теперь Тащит мяч вперед Игнатов Делает передачу На Макляка Тот бьет Ну кстати Казалось Что так Пробить Тяжело Но мы Все знаем Я уже Дал Одному из Футболистов Бразилии Алексею Макляку Прозвище Неймар У него Очень хорошая Подкрутка В его ударах И он Может С левого фланга Смещаясь Так же Вот туда В сторону Лицевой Не меняя Даже направление Движения Пробить И Закрутить Мяч четко В девятку Как раз В матче Против Лэндсити Мы видели Такое В матче Против Сельты Показывал нам Алексей Макляк Подобное Удар Поворотом Непонятно Зачем Арцах Так разыграл Штрафной Лисовский Был готов Мяч принимать Руками Брать его Намертво Сразу же И собственно Говоря Это Сработало Падение К помощи Видеоповтора Мяч вылетел Из ворот Едва попав В них Но гол Был забит Он Засчитан И бразильцы Забивают Очередной мяч Стрельцов С передачи Алексей Макляка Делает Это Стрельцова Можно узнать По Ободку На голове Ободок Белого цвета Сакян Холодинян И Арцах Проигрывает Только победа Устроит Арцах Удар Поворотом Холодинян Он на месте Он на месте Его пытался Здесь Ударом проверить Один с футболистом Бразилии Не получилось Рефери Посматривает На Секундомер И дает Свисток Об окончании Первого тайма Что же Перерыв Немного Отвлечемся И вернемся На Исфару Смотреть Второй тайм Продолжаем Смотреть матч Арцаха И Бразилии С счетом 3-1 Пока побеждает Латиноамериканская Команда Которая играет В голубых футболках Сегодня Что же Можно сказать Трижды Арцах пропустил В воротах Был Денис Холодинян Не скажу Что играл плохо Но Чего-то Постоянно Вратарю Не хватало Сейчас Ситуацию Исправлять Вышел Влад Пеглеванян Он Занимает Место В воротах Арцаха Вот так Начинается Второй тайм Для команды Что же Это Такое Было Мяч По-моему Уже Он уже Был в метре От линии Ворот Уже Практически В воротах И не попал Туда Потому что Что-то Где-то Сломалось И в итоге Нет голой Нет даже Углового удара Есть удар От ворот Снова Теряет мяч Бразилия И Арцах Вновь Пытается Выйти вперед Надо что-то Менять В тактике Напомню Если Арцах Сегодня побеждает То отправляется В Лигу Европы В ином случае Остается На третьем месте И попадает В плей-офф Лиги конференции В Лиге конференции Нет группового этапа Этот турнир Будет Проведен Сразу Со стадии Плей-офф Это будет весенняя Часть чемпионата Весной Мы узнаем Как команды Готовы Что они будут делать Чем заниматься И так далее Пока Арцах Идет вперед Пас немного в глубину Будет ли удар Нет удара Есть Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Это По-моему был Адамян И он был готов Мяч принимать Но вот 1-3 Это конечно Не приговор Для Арцаха Но это И не раздолье Для Бразилии Такие Яркие матчи С их участием Ну да Попадание в руку Явное причем Попадание в руку Мяча И штрафной удар Что дальше С мячом Бразилия Макляк Пока Арцах Давит Во втором тайме Мяч практически Не попадает На половину Поля армянской команды Все задерживается Там где Бразильцы Обороняются Ну и вот Теперь Назначен штрафной удар Артем Адамян Подходит к мячу Довольно внушительный Разбег Примерно В ширину Одной из Ярко-зеленых Полос На поле Два человека В стенке Адамян разбегается Бьет Мяч не попадает В ворота Вынесен Бразильцами И сразу же Выскакивает Владислав Пеглеванян Отдается Океану мяч И начинается Новое наступление Арцах Мяч в Бразилии Лысенко Делает передачу Партеру В итоге Потерян мяч И снова Бразилия Вбрасывает Таут На чужой половине Поля Есть сбрасывание Есть Макляк Делает ложный замах Отдает передачу Партнеру Подача Слишком высоко Не добирается До мяча Лысенко Снова идет Вперед Арцах Харатян Зарабатывает Угловой Для своей команды В принципе Точная подача И высокий прыжок Могут Стать Успехом Для этого момента Но немножко Немножко по-другому Разыгрывает Арцах В итоге С мячом Остается Удар Мимо Вот В таком плане Можно еще Видеть удары Если точно И прямо в угол Это во-первых Эффективно Во-вторых Очень эффектно Красиво Но пока Удар Но это совсем Не точно Не в стиле Неймара В этом я Уверен Что у нас с мячом Бразилия Вновь Могла бы Постараться Выйти В свою атаку Но не вышло Поэтому Атакует Вновь Арцах Есть хорошее Подключение От Харатяна Справа Но его Не видит Или игнорирует Специально Один из футболистов Который был с мячом Павел Гудуян По-моему Снова Бразильцы Идут в атаку Макляк Денис Пас на Алексея Макляка Оказался неудачным И в итоге Арцах мячом Владеет Вброшенный мяч С океаном А Дамиан Разворачивается Но слишком долго Арцах Вбрасывает мяч Хачхарян Хачхарян Снова Пас на Харатяна Правее С океан На половине поля Арцаха Только галкипер Арцаха Заброс Первый на мяче Игнатов И дальше И дальше Финзидан Абсолютно неудачный И если честно Не к месту Макляк На левом фланге Переигрывает Защитников И тащит Пытается тащить вперед Лысенко Он неплох И зарабатывает Штрафной удар Харатяну Надо играть Осторожнее И нельзя Абсолютно Спорить с рефери Потому что Есть уже Желтая карточка Напомню Ее получил Харатян До начала Встречи До стартового Свистка За несколько Секунд За Проявление Конфронтационной Манеры При общении С рефери Макляк Забрасывает Мяч В сторону Ворот Мяч Отправляется За пределы Поля Иглеванян Пас Неплохой Арцах Снова Тащит Мяч Вперед Адамян Прекрасная Вырезанная Передача Внешней стороной Стопы И вот удар Поворотом То наверное Чего не хватает Во вторые 30 минут Ну не скажу Что прям 30 минут А во все То время Второго тайма Которое уже сыграно Ударов Наверное Должно быть Побольше Ну и если Они есть Конечно Желательно Их более точными Делать Арцаху Дважды Надо забивать Чтобы сравнять счет Но трижды Чтобы выйти В Лигу Европы В плей-офф Лиги Европы Заброс на Маклика Надо при этом Не пропускать голов А вот Бразилия В свое удовольствие Играет И неужели В этот раз Сумеет довести Дело Начатое до конца Правда Не хочу сглазить Не хочу Как-то Накаркать Потому что Комментатор Всегда виноват Если он Похвалил команду А она в итоге Не добилась Того Чего могла Поэтому Пока Говорить Ничего не буду Диагональная передача Штрафной Кочарян Пас в касание Лисовский С мячом Это падение Причем здесь Был фолл На игроке Бразилии Поэтому Именно Латиноамериканская Команда Исполнит Этот Нет Даже не так Хотя сначала Всем показалось И даже игроки Арцаха Ушли назад Садиться в оборону Чтобы защищать Свои ворота Однако Нет Штрафной Удар Исполнять Будет именно Арцах Там была Обоюдная Борьба Но По ногам Получил Именно Футболист В красной Форме Что же Кочарян Он разбегается И он бьет И защитник На мяче Первый Мяч при этом Не покидает Даже пределы Пределы поля Адамьян Будуян И мяч в итоге Выбит Но недалеко Арцах Вновь с ним Кочарян Он все еще с мячом Бьет Адамьян И что же Такое Никак не может Бразилия Выбить мяч Подальше Никак не может Разрядить Обстановку Вот сейчас Получается Это сделать Хотя бы Немного Темп атаки Сбит Можно Передохнуть Аут Вбрасывает Арцах И Есть возможность У Арцаха Продолжить Макляк Пас Ошибка Второй Он делает Хорошую передачу Партнеру В итоге Мяч потерян И еще Есть одна Возможность Малосян Подача Смещение В центре Не получилось Но Как же здорово Там Ногами Орудовал И Макляк И Гудуян Оба футболиста Пытались До мяча Добраться И в итоге Добрались Мяч вброшен И принадлежит Саакян Начинается Новое наступление Арцаха Времени Все меньше И меньше Хотя Все еще Достаточно Для того Чтобы Красиво Играть И иметь Моменты Но Когда Арцах Перестанет Вот так Бездумно Отправлять Мяч вперед В сторону Чужих ворот Тогда Наверное Придет игра Придут голы Хотя бы Опасные Моменты Которых Пока Конечно Армянскому Коллективу Не хватает Малосян Пас На Дамяна Свободная Зона У него Он бьет И попадает В девятку Правую От себя Хороший Гол Хороший Выход И шикарная Передача Приводит К тому Что Арцах Доводит Счет В матче До минимального Несмотря Несмотря Еще Довольно Ведется Победы Но Ростов Ладно Два Забивал И упускал Бразильцы Сельфи Забивали Четыре И упустили Победу Сакян Лисовский Забирает Прямо В руки И Быстренько Начинает Атаку Своей Команды Бежит Вперед Седьмой Номер Бразилии Это был Автор Второго Забитого Гола Я так понимаю Бразильцами Нет Второй Гол Забивал Лысенко Стрельцов Автор Третьего Гола Вот так В центре Поля Мяч Арцах Хороший Пас На Армана Баласяна Он Тащит Мяч Вперед И не Стал Бить И падает Но Зачем Тогда Делал Передачу Если ты решил Упасть Сначала Был контакт С мячом Потом С защитником Арман Баласян Поднимается И продолжает Игру Но Арцаха Есть Замены Есть футболисты Свежие Которые находятся Сейчас На Скорейке Запасных Футболисты Которые могут Помочь Команде Лысенко Качерян Адамян И пас И потеря Но подбор за Арцахом Все равно Еще есть Хорошие возможности В общем-то Они имеют Саакян Послевее Правым флангом Продолжает Атаковать Арцах Здесь стык Не очень приятный Но игра продолжается Тем более В Бразилии Мяч остался В пользу Променившегося Антон Великий Свистеть не стал Качерян Заброс И мяч У Лисовского Прямо в руках Как мы видим В районе 10 минут До конца встречи Но это при условии Что Перерыв Занял Еще какое-то время Я думаю Что минут 12-13 Еще командам Играть Два вопроса Которые Наверное Все-таки Объединяются В один ответ Сумеет ли Бразилия Удержать Преимущество Хоть в какой-то Раз Ну и Вопрос С другой стороны Но к одному И тому же Ответу Сумеет ли Арцах На характере Вывести И выиграть Практически Проигранную Битву Это Желтая Великий Показывает Ее Одному Из футболистов Арцаха Но там Действительно Очень неприятный Подкат Будет Исполнен Еще один Стандарт У мяча Лысенко Впереди Есть Игнатов Довольно Высокий Который Может Подпрыгнуть И побороться За верховой Мяч Игра Будет Продолжена После Небольшой Паузы Плюс еще Стенку Надо Отрегулировать Рефери Буду Ян Получает Желтую Итак Лысенко Удар Мяч Выбит Но Аут Еще Исполнит Бразилия Вновь Очень И очень Близко К чужой Штрафной Площади Есть Вбрасывание И есть Саакян Играет Головой Бразилия Поддавливает Орцах Мячом Владеет Вброшен Мяч И это Угловой Принадлежит Вброшен Аут И недолго Арцах С мячом Находился Бакляк Очень эффектно На дриблинге Обошел двоих Третьего не смог В передаче Ошибся в общем-то Мяч Мяч вброшен Саакян Пас партнеру Снова Саакян Адамян И переигрывает Очень здорово Он Игнатова Дальше Момент Но пас От Кочаряна Получился Неудачным Пенальти Назначает Одиннадцатиметровый Удар Антон Великий И там Был контакт В штрафной площади Конечно Сто процентов Он был И поэтому Пенальти Получает право Сейчас пробить Кто-то из футболистов Арцаха Да в целом Получает право Пробить пенальти Команда Если сейчас Забивает Кочарян Насколько я понимаю То Арцах Счет сравнивает В воротах Лисовский Давайте смотреть Разбег Удар И гол Несмотря на то Что Александр Лисовский Угадал направление Полета мяча Несмотря на то Что он практически Уже отбил его И поймал Все равно Гол забит Четыре Три-три Прошу прощения Но это наверное Самый обидный Момент Для любого Голкипера Когда ты угадал Направление Полета мяча И даже Когда ты уже Практически Вот его схватил За 10 минут До конца встречи Забивает Арцах Команды Обнуляются И Бразилия Вновь Упускает Лидерство В счете Однако Может еще Забить И Бразилия Может еще Забить И Арцах Саакян Хороший пас И меч Забирает Лисовский У нас Кочерян Ошибается В передаче И Бразилия Владеет Мячом Не упускает Его за пределы Поля Очень интересно И На самом деле Приятно Наблюдать За игрой Бразильской Команды Потому что Парни показывают Классный футбол Красивый И несмотря на то Что не всегда Выигрывают Далеко В общем-то Не всегда выигрывают Очень Хороши Парни Очень ярко Активно бегают И по флангам И По центру Поля Если угодно Игнатов Скидывает Партнеру Удара пока нет И забирает Мяч Влад Пеглеваня Вынос Там борьба За этот мяч Приводит К тому Что Арцах С ним все равно Сакьян И Разгоняется По левому флангу Арцах Адамьян Может быть Пробьет отсюда Нет Убить не стал Еще одна Есть возможность Бразилия Пытается выйти В атаку И не получается Дальше Снова Арцах Мячом владеет Арцах Наступает Мяч попадает В Антона Великого Он голкипер Ему нельзя Дотрагиваться До мяча Причем В контратаку Могли как раз Бразильцы выходить Мяч получает Стрельцов И опять попадает В Антона Великого Да Уже желтую карточку Можно показывать Стрельцову За это Неужели это Задержка Времени И все И подальше Уходит Антон От эпицентра Событий Мяч забирает Сакьян И какую скорость Развивает Ничего себе Паз опасно Может быть Не получается Завершить Хотя передача Отца океана Была классной Замена Замена У Арцах Покидает пределы Поле Кочарян Выходит Хачхарян Ну а мы смотрим Затем как Бразилия Вновь пытается Доставить мяч До нападающих Впереди Не совсем Понятно Как сейчас Латиноамериканская Команда Будет играть Какие Придумывать Тактические Приемы И использовать Соответственно Потому что Потому что Вроде как Любой результат Устраивает Бразилию По турнирному Положению Это точно Понятно Победа Или поражение Или ничья Или В общем Для бразильцев Все и так понятно А вот Арцах Должен Только побеждать Чтобы выходить В плей-офф Лиги Европы Они В самом начале Этого Еврокубкового Пути Допускали Честно говоря Ошибки Чтобы не было Хачкарян С передачей Арцах У нас У нас был Счет 2-0 2-1 3-1 И вот 3-4 Теперь Правда Может быть Еще Ничейный результат Ничейный исход А может быть Опять Бразилия Все возьмет В свои ноги И руки Перевернет В общем Футбол Лисенко Входит в штрафную площадь И возвращать Хотя бы Одно очко Заработанное Но в атаке Арцах Потеря И снова Арцах На сей раз Будет Вбрасывать Аут Аут и мяч у Арцаха Команда Продолжает Владеть Этим самым Мячом Сейчас Борьба В центре Нет падения Забирает мяч Игрок Бразилии И догнать Его не получается Игрок Арцаха Вернее У игрока Арцаха Вброшен мяч Лисенко И играет Неплохо Там Пока не опустил Мяч В общем-то Все было у него В порядке Как только Мяч Прильнул К газону Появились проблемы Макляк Делает Заброс Высоко Над воротами Мяч проходит Все меньше и меньше Времени До конца встречи Минута Остается Ровно Одна минута 60 секунд Если помните Был фильм Угнать За 60 секунд Про машины Здесь Фильм Забить За 60 секунд Это возможно Это возможно Мы кстати Видели очень много Различных Голов Желтую карточку Показал игроку Арцаха Антон Великий Видели мы В футболе Различное За Несколько минут Трижды Забивало Например Барселона Ворота ПСЖ Когда они совершили Невероятный Камбэк Лысенко Он бьет Поворотом Пиглеванян Мяч забирает И конечно Конечно С ним ложится И не спеша Встает И на этом матч Подходит к концу Выигрывает Арцах И отправляется В Лигу Европы ПСЖ Мы увидим В Лиге конференции Игра закончилась Игровой день Тоже Спасибо Всем за просмотр С вами был Иван Нестеров И вся команда АФЛ Всего доброго И конечно Доброй ночи